Урологические учреждения 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 которая непосредственно не связана с какими-либо, скажем так, достижениями последними, в кавычках, спорными, которые обсуждаются. Это тоже очень интересно, но это прерогатива Конгресса. Школа — это преподавание непосредственно по клиническим рекомендациям, разъяснение этих клинических рекомендаций, которые важны для всех. На московской школе урологов будет два теоретических дня и один практический. Как будет проходить практический день? Один практический день предусматривает непосредственно обсуждение клинических случаев, демонстрацию видеоклипов хирургической направленности в урологии. И не исключено, что мы представим какую-то живую хирургию, это обсуждается сейчас. Дмитрий Юрьевич, в одном из интервью Вы сообщили, что Вы входите в рабочую группу по созданию собственного отечественного робота для хирургических операций. Какие достигнуты результаты в этом направлении? Вы знаете, отечественный робот создан и будет представлен в этом году на площадке непосредственно уже демонстрационной. Мы, как специалисты-урологи, к сожалению, знаете, ну как же вынуждены были от этого отойти, потому что мы закончили свою часть работы. Хотя, как специалисты-врачи, сейчас этим занимают уже инженеры непосредственно. Но по тем результатам, которые я вижу, это уже продвинулось очень-очень далеко. Вы руководите одной из ведущих урологических клиник России. Чем Вы обязаны такому успеху? Вы знаете, наша клиника, прежде всего, комбинирует в себе все возможности городской больницы, университета и представляет из себя настоящую университетскую клинику в том виде, в котором она есть во всем мире. Да, поэтому вот каждодневная работа, поток пациентов, научные исследования, гранты, несколько грантов президента Российской Федерации, несколько грантов Российского Фонда Науки. Мы как-то стараемся сочетать эти вот все направления вместе и получать какой-то результат. Да, как все, наверное, сегодня, не только мы. В России пока мало роботов-довинчи. Как молодые урологи могут обучиться роботосистированным операциям? Вы знаете, существует Московский центр роботосистированной хирургии и роботосистированной урологии, два центра в Москве, которые имеют программы обучения. Совместно с клиниками Московского государственного медицинского университета, или как мы называем, первого медицинского института, к нам создан образовательный модуль, который будет внедрён, если хотите, в ближайшее время, в ближайшие месяцы в Москве и по России. Обучение будет стандартное абсолютно. И оно будет бесплатным? Знаете, мы бы хотели, чтобы это вообще все было бесплатное, да, но это уже экономическая ситуация, которую мы с вами прекрасно понимаете, врачи не вольны менять. Продолжение следует...